Доброе утро, коллеги! Доброе утро, крымчане! Действительно, небольшие новогодние каникулы для многих из нас прошли в компании родных, близких, новогодней елки и, конечно же, праздничного стола. Это салат и оливье, холодец. Очень приятно, однако, все это оставляет неприятные последствия в виде лишних сантиметров на талии. Как от них избавиться? Быстро, оперативно и, главное, безболезненно и безопасно. Мы сегодня поговорим с нашей гостьей Ириной Кирилюк, диетологом. Ирина, доброе утро! Здравствуйте! Ирина, расскажите, как выйти из этого праздничного режима питания, если его можно так назвать? Да, конечно, смотрите. Первое, что стоит сделать, это ограничить свои порции. То есть мы уменьшаем объем употребляемой пищи, потом мы регулируем водный баланс, потому что во время праздников, во время обильной пищи мы забывали пить, как я понимаю, воду, поэтому важно ограничить кофейные напитки и ввести в рацион, например, травяные чаи. И тогда вы организму поможете вывести все проценты распада, которые были у нас накоплены в празднике. Вам важно, ну как бы всем, кто обильно кушал, важно очень построить свой рацион в дальнейшем, на несколько дней, тогда вам будет проще следить. То есть пища должна быть легкая, разнообразная. И первое, что стоит включить после новогодних праздников, это обилие свежих овощей и фруктов. Потому что, как мы знаем, да, у многих новогодние застолья, это, к сожалению, были тяжелые салаты майонезные. Поэтому с чего стоит начинать? Это дать максимально пользу организму, потому что питание было не просто калорийным, а, скажем, не совсем полезным. Поэтому я рекомендую включать в рацион свежие овощи, готовить легкие овощные супы, овощные рагу, готовить, например, мясо или рыба, выбирать такие способы приготовления, как тушить, запекать, на пару готовить. Пусть организм получит все необходимое, полезное, то, чего он лишился в длительный период, когда мы позволяли себе много, скажем, лишнего, не совсем полезного. Поэтому, как бы, тут ничего сложного нет. Поэтому просто берем, составляем себе небольшой план и придерживаемся его, как бы, в этом плане. Я думаю, что ни у кого не возникнет сложности, потому что мы устали, да, я думаю, уже организм прям просит, чтобы мы включили что-то легкое, потому что, да, вот определенные вот эти продукты, которые были на столе, то есть копчености, я знаю, что были, что оливье, майонезные салаты, вот, крабовые. Поэтому организм хочет, как бы, чтобы ему легко было, потому что это были и отеки, я знаю, что и головные боли от калорийной пищи все равно способствуют, это и утомляемость, и раздражительность, потому что питание – это наше состояние, да, вот, как бы, мы выглядим, мы себя чувствуем так, как питаемся. Ирина, а некоторые начинают экстремально, да, худеть, уменьшать количество потребляемых калорий, голодать, вот, как сделать этот переход от праздничного режима питания к нормальному более безопасным? Да, вы действительно правы, потому что многие считают, что если они много ели, то тут надо сразу поголодать, и все восстановится. Нет, так это не работает. Мы из одного, то есть новогодние праздники – это один стресс, а голодание – это другой стресс. Из стресса в стресс мы не получим ничего хорошего. Я рекомендую, да, есть польза от разгрузочных дней, действительно, но это надо делать постепенно. То есть я рекомендую неделю придерживаться питания более чистого, и через неделю вы можете позволить себе разгрузочные дни, например, убрать белковую пищу, да, побыть там несколько дней вегетарианства, например, там, да, салаты, овощные какие-то, рагу. Поэтому резкого перехода не должно быть. Ирина, а вот понятное дело, что во время этих длительных новогодних каникул многие из нас привыкли, действительно, да, к жирной пище, и иногда уже после праздников хочется позволить себе чего-то жирного, жареного, какой-то один кусочек, и кажется, что от одного кусочка ничего не будет. Так ли опасен этот один кусочек? Нет, вы знаете, этот один кусочек на самом деле не опасен. Но если вы будете строго придерживаться определенного режима, да, то есть вы выбираете для себя комфортное питание, оно должно быть максимально полезным и чистым. Вы 6 дней в неделю придерживаетесь чистого питания, тогда в воскресенье можно себе позволить один кусочек. То есть это может быть полноценный прием пищи, то, что вы, например, очень любите. Пельмени, пицца, гамбургер какой-то. И это не будет стресс для организма, потому что у вас будет определенная система. И система построена так, что действительно один прием пищи не может сильно отразиться на вашем организме. А тяжело ли вообще человеку обычно выходить из праздника в плане питания? Я думаю, нет. Потому что все-таки это именно, знаете, затяжной праздник, это определенный режим, в котором нам, я думаю, многим было уже сложно. Потому что все-таки у нас, да, обычный режим, он немножко, мы больше куда-то спешим, многие работают, многие чем-то занимаются. А затяжные праздники, что люди психологически устали, да, сидеть за столом, смотреть телевизор и кушать, кушать, кушать. Поэтому я думаю, что все наоборот как свежего воздуха ждут, да, определенного режима, чтобы вернуться, заняться снова спортом, пойти на работу, больше гулять, находиться на свежем воздухе. Поэтому я считаю, что в принципе этот переход должен быть ожидаемый и очень легкий. Большое спасибо вам за интересную беседу, за информацию. Коллеги, я передаю вам слово, мы будем информировать вас о событиях, которые происходят в городе в дальнейшем. Большое спасибо вам, Катя, большое спасибо вашему гостю. Желаем вам отличного настроения, ну и, конечно же, только добрых новостей. Напоминаем, на связи был Керченский филиал телерадиокомпании «Крым» и корреспондент Екатерина Рябова.